В настоящее время в нашей стране на повестке дня стоят вопросы повсеместного применения проектного подхода к управлению социально-экономическим развитием. Образован Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Утверждет перечень основных направлений стратегического развития России. Формируется пилотный портфель приоритетных проектов и программ. Следует отметить, что применительно государственной политики в арктической зоне мы также следуем этим тенденциям. Наше предложение по социально-экономическому развитию арктических территорий России посредством формирования опорных зон является ничем иным, как комплексным планово-проектным подходом. По нашему глубокому убеждению, арктическая зона должна стать идеальным пилотом, идеальным полигоном его апробации. Условия хозяйствования в Арктике, когда освоение ведется очаговым способом, концентрируясь вокруг опорных точек и опорных проектов, сами диктуют нам необходимость применения в первую очередь такого подхода. По сути, говоря о развитии арктической зоны России, мы говорим о реализации проектов. В первую очередь, это проекты в области добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе на шельфе, а также крупные инфраструктурные проекты в области транспорта, энергетики, связи. Мы предлагаем вокруг очагов хозяйственного освоения арктических территорий, это наиболее крупные и комплексные проекты, формировать каркас социально-экономического развития посредством выделения так называемых опорных зон развития. Причем зоны здесь мы понимаем не только как территория, а в первую очередь как перечень скоординированных и взаимодополняющих проектов, а также инструментов государственной поддержки. Совокупно влияющих на ускоренное развитие регионов и макрорегионов в целом. Таким образом, формирование опорных зон предусматривает развитие территории в Российской Арктике как целостных проектов, через взаимоувязку и гармонизацию всех отраслевых мероприятий на этапах планирования, целеполагания и реализации. Концепция формирования опорных зон развития является стержнем разработанного в мелком развитии России проекта федерального закона о развитии арктической зоны Российской Федерации. Предполагается, что каждая опорная зона в Арктике будет формироваться решением правительства Российской Федерации, содержать перечень приоритетных проектов, комплексная реализация которых ввязана между собой по срокам и финансовому обеспечению. Причем это могут быть как проекты, реализуемые в Арктической зоне, так и вне Арктики, но для Арктики. Это техника и технология для арктических нужд, кадровое и научное обеспечение, а также проекты, для которых Арктическая зона формирует грузопоток или наоборот выступает транспортным коридором. Таким образом, развитие Арктической зоны окажет влияние и на развитие так называемых зон тяготения или влияния и зона обслуживания. Кроме того, соответствующее решение будет учитывать целесообразность применения существующих инструментов государственной поддержки, повышающих инвестиционную привлекательность проектов, таких как, например, свободные порты, туры, УЭЗы, индустриальные парки, специальные инвестиционные контракты, возможно, применение льгот к налогам и сборам и прочее. Все будет зависеть от проектов и от задач, стоящих перед нами. Важно понимать, что опорная зона – это не новый механизм льготирования, а осознанный подход к развитию территории через реализацию проектов, которые создают основу социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Все эти меры должны реализовываться в форме государственно-частного партнерства, основанного на взаимных обязательствах между государством и бизнесом. Когда федеральные и региональные власти прилагают усилия по снятию инфраструктурных ограничений или предоставлению преференциальных режимов, а предприниматели принимают на себя обязательства по инвестированию в развитие и реализации проектов. Такая концентрация усилий всех игроков в Арктике, федеральных органах, регионах, бизнеса, а также науке позволит значительно оптимизировать бюджетные расходы. Каждая реализующая проект компании не строит сама для себя или запрашивает государству необходимую инфраструктуру, а учитывается потребности всех интересантов. Оптимально вовлекаются в процессе территориального развития уже существующие проекты и объекты. Проекты региона не конкурируют между собой, а взаимно дополняют труды. Я предварительно так вот, скоро не буду забывать время, представил наши проекты подробно. Мы это все не раз высказывались, в том числе можно посмотреть печатные органы Госкомиссии Арктические ведомости. Там есть статья нашего курирующего замминистра Цепульского Александра Витальевича, достаточно подробно на эту тему. Сейчас, я думаю, мы как раз заслушаем наших коллег из регионов. Они презентуют эти подходы уже взгляд изнутри, взгляд регионов на формирование опорных зон. Мы их предварительно выделили 8 по количеству арктических субъектов Российской Федерации. Но, думаю, в процессе разработки возможны корректировки, и, может быть, этих опорных зон будет больше, может быть, меньше, может быть, какие-то зоны будут между регионами, сразу несколько регионов включать.